Многие из нас слышали о китайском флотоводце Чжэн Хэ, смелом адмирале династии Мин. Этот человек, несмотря на то, что являлся евнухом, бороздил моря и океаны, и бывал даже в далеких Африке, и Аравии, не говоря уже, о более близких, и хорошо знакомых Поднебесной, Индии, и островах Малакского архипелага. Мог бы отправиться и дальше, качество его кораблей, это вполне позволяло. Но когда правящий монарх поменялся, и интерес к морским путешествиям резко упал, после чего флот был сожжен, и подобные экспедиции, навсегда прекратились. Многие обсуждали причины нежелания Китая участвовать в великих географических открытиях. В качестве аргументов обычно приводится то, что это очень большая и богатая страна. Благосостояние в Китае, привыкли добиваться усердным трудом, а не авантюризмом. Местные жители исторически были зациклены на самих себе, называя свою родину срединным государством, центром земли, вокруг которого, только одни варвары. Вероятно, все это, действительно сказалось в психологическом плане, жители Поднебесной были домоседами, а их правители, не имели желания финансировать морские походы, которые прибыли могли и не принести. Но мы обсудим совсем другие, объективные причины, которые помешали открыть Америку, тогдашним жителям Китая. Уверяю вас, что тут нет никакой аномалии. Первое, что следует напомнить, испанцы и португальцы совсем не собирались открывать новый материк. Они искали морские пути в Индию и Китай, поскольку товары, доставляемые оттуда по суше, сильно подорожали после возникновения Османской империи. Сначала моряки отправлялись на юг, пытаясь обогнуть Африку. Затем, решили воспользоваться мыслью, о шарообразности планеты, и двинулись на запад. Но для китайцев это не являлось проблемой. Их товары остались востребованными, как и всегда, а маршруты торговли были давно известны. Великий Шелковый путь проложили еще в античное время. Если кому-то и мешала Османская экономическая блокада, то только не Поднебесной. Вот почему у них не было необходимости куда-то отправлять в флот. Вторая причина была не менее весома. Посмотрим на карту, Тихий океан просто чудовищно, невероятно огромен. В нем, могли бы поместиться все земные материки, и еще бы осталось свободное место. Расстояние от Европейского, до Восточного Американского побережья, составляет 4,5 тысяч километров, на самом узком участке пути. Правда, Колумб заблудился и плыл 6 тысяч с лишним. Расстояние от Китая до Америки, почти 10 тысяч. При этом, если океанические течения, и даже само вращение Земли, несколько помогали европейским мореходам, то те же самые причины, препятствовали бы китайским попыткам отправиться на восток. Да и с учетом их технологий, такая экспедиция была бы невозможной. Пришлось искать бы обходные пути, вероятно, двигаться на север. Плавание продлилось бы несколько месяцев, а на каждом корабле, можно было увезти лишь ограниченное количество припасов. Нужно помнить, что Тихий океан, он только по названию Тихий. Из-за его грандиозных размеров, тут случается куда большее количество бурь, чем, к примеру, в Атлантике. К тому же, это весьма сейсмоопасное место, тайфуны и цунами происходят практически каждый год и приносят немало бед. Китайцы об этом прекрасно знали. Все это привело к тому, что Китай отказался от морской экспансии. Гораздо логичнее было покорять ближайшие к себе сухопутные территории, а именно, двигаться на север и запад.